В океане пластика уже больше, чем рыбы. Всё, чему человек как бы прикасается, оно сразу же меняет свой рост. И это вот приводит к такому, что ли, гиперсингулярному времени или гиперсингулярной точке в нашем развитии. Это происходит впервые в истории. И вот за этой точкой те модели, которые наука как бы использует для прогнозирования, они уже не будут работать. Статистика показывает, что впереди у нас тотальная безработица. К 30-му году 2 миллиарда безработных, а к 50-му половине народонаселения, работоспособного народонаселения планеты будет неудел. Что им делать? То есть это те потенциальные люди, которые могут обратить своё безделие против цивилизации. Слишком легко стало добывать оружие, слишком доступно стали оружие массового поражения, биологическое, химическое, ядерное. То есть это терроризм, фашизм, это то, что ждёт наши... По поводу сингулярности у меня ещё такой вопрос. Да, вот то есть если мы входим в эпоху сингулярности, то, проще говоря, из-за взрывоопасного такого развития люди теряют фактически контроль над многими вещами. Нельзя проконтролировать, можно сказать, взрыв. Продолжение следует... Продолжение следует...